острого дня господа нажиманы с вами снова алексей пономарёв и ножевая колонка видео на эфи рабочий полдень мчусь в офиса и хочу вам рассказать про несколько летних ножей которые есть у меня в коллекции которые я рекомендовал бы на летнее время так уж повелось что по зиме мы можем с вами носить абсолютно все что угодно это любой вес любой размер а летом жарко и конечно многим хочется чего-нибудь такого полегче покомпактнее так вот начну наверное с бака 112 причем в исполнении slim это замечательный нож который сделан именно по мотивам 112 мы же помним самый популярный самый крутой бак который существует это бак 110 на латунных бойстерах на макасаровой середине и как всегда на 420 х с ну то есть hc high carbon называется многие воротят нос типа 420 фу но 420 high carbon в изготовлении бака это вполне достойная железяка и нифига не пластилин как и и периодически и хают исполнение slim не так давно вышло относительно конечно классического бака уже несколько лет они с нами довольно удобные классные ножи с удобной хорошей насечкой с глубокой клипсой стыковальней и самое главное конечно со шпиньками вы видите он работает очень круто он сделает бздынь как любая вакидуха и за счет компактных размеров его складывать тоже сплошное удовольствие когда вы не записываете видео в сухопутном варианте я конечно это все делаю довольно быстрее довольно быстрее довольно резче в машине очень не хочется покоцать как уже бывало руль торпеду и прочие мягкие части моего драгоценного автомобиля 112 я специально оставлял себе потому что это компактный хороший классный летний нож не нужно бояться что он весь на заклепках кто-то говорит ой мне там не подтянуть здесь он разболтается прекратите это баг не надо ничего подтягивать расслабьтесь получите удовольствие это просто бак как бак вот складывается раскладывается он удобно одной рукой очень удобная штуковина что у нас есть еще из легких вариантов есть из легких вариантов вот такой киридаши это прямая режущая кромка почти мой любимый варн но почему-то не совсем варн они называют киридаши это считается ну косяк сапожник и все остальное складывается он ровно также обратным хватом просто всегда всем напоминаю обучаю что нужно и можно эти ножи делать вот таким вот образом берем ножичек переворачиваем обратным хватом зажимаем коромысла а вот подушечкой ладошки подламываем этот самый клинок и дальше уже или таким образом складываем или обруль об специальный живот и вообще обо что угодно мне в принципе уже данным давно удобно делать это вот так одной рукой что киридашик что этот самый бачок 112 110 баки в исполнении slim тоже не редкость тоже есть у меня в ассортименте и насколько я понимаю есть в любом уважающем себя интернет-магазине серия slim штука популярная и легкая и очень классно носится здесь повторюсь стальная гнутая вот такая клипса за нее удобно вешать темляк я считаю что темляк за клипсу это прям маст хэв постоянно сам так использую и всех остальных тоже агитирую потому что темляков у меня много точнее не так ножей у меня много а темляков у меня мало поэтому один тот же темляк может появиться на абсолютно разных ножах у кирика есть подтягивающийся винт вот здесь есть шестигранничек или звездочка я уж не помню до звездочка его можно разбирать и его можно каким-то образом мыть но я все равно против того чтобы кто-нибудь вообще хоть кто-либо лазал в ножи во внутрянку мало кто уже умеет поменять масло в автомобиле вы всегда едете в сервис и отдаете просто на замену масло автомобиль в сервис поэтому когда вам нужно понимаете что уже пора лезть внутрь ножа отдайте это профессионалам заплатите за это техническое обслуживание потому что это ровно такой же сложно подчиненный предмет полезете сами большой вариант накосячить ну или долго учитесь на каких-нибудь недорогих донорах перед тем как лезть в нормальные фирменные ножи потому что правда накосячить в разы вероятнее чем сделать с первого раза хорошо у кирика есть еще одна особенность это литая клипса которая из пластика знаю историю про то что у лузона колстилова случается ломается клипса вот у меня у самого лежит большой лузон без клипсы потому что клиент ее сломал как-то умудрился на кириках ни разу не слышал чтобы ломалась клипса но какое-то недоверие по этому пластику присутствует насколько помню еще в криках были пластиковые клипсы в сейф хантерах колды это сейчас любят возможно это дешевле возможно они считают что это ну хотя бы даже теплее к руки если снять эту клипсу то там будет перепад с небольшой на этой заднице и рукоятка немножко потеряет здесь вот все скосы темлячное отверстие и очень классная фактура мне нравится вот это вот вязаная сена получается да вот эта циновка которая цепкая очень к руки ну и конечно когда у вас совсем шорты совсем вам нужен легкий нож я все равно буду говорить что идеальный вариант это бритва складная от бруталики мне вот этого ножа хватает всегда и везде но насчет строгать полено вряд ли но вот что карандаш заточить что колышек вырезать для пляжной палатки тем более всякие продукты всякие упаковки и все остальное что у нас там обычно на пляжах делается ножик справляется я даже салатики им тоже рубил сыр мыр колбаска все абсолютно нормально этим ножиком тоже делается ну и справедливости ради здесь насколько я понимаю размер клинка несколько интереснее даже чем у киридаши то есть вполне полноразмерный нет просто достаточный для большинства работ клинок напишите пожалуйста в комментариях какие ножи вы юзайте именно летом в первую очередь с точки зрения чтоб не тяжело носить это может быть маленький нож это может быть очень легкий нож может быть идеально удобный для ношения там на шортах нож вот у меня большинство задач летних закрывают эти три какие три два да хорошо один закрывают лечь летние задачи у вас пожалуйста пишите в комментариях если можно без ссылок но с полным наименованием модели очень интересно будет увидеть и мне и всем нашим зрителям подписывайтесь на канал у меня интересно ножей с собой всегда много все буду вам показывать